Всем привет, ребят! Сегодня я решил поработать дальнобойщиком. Как вы, думаю, все помните, у меня там 11 или 12 скилл. Именно поэтому я и хочу, собственно, поднять этот скилл до хотя бы 15-го и уже все больше и больше работать и зарабатывать на этом уже деньги. Денег у меня, как известно, не так уж сейчас и много. У меня где-то 140 тысяч. То есть 40 тысяч у меня в банке я положил, чтобы оплачивать квартиру. И 100 тысяч с собой, чтобы просто работать дальнобойщиком, ну или же просто на личные расходы, например, на заправку своего мотоцикла. Еще, ребят, у меня новый микрофон. Я не знаю, как он вообще вам понравится, не понравится, но пишите в комментарии, какое звучание. Вообще он вроде без помер, без всего этого говна, которое было с предыдущим микрофоном. То есть это действительно очень сильно они в этом различаются. Ну и, собственно, и ценовая категория там тоже очень сильно различается. Тот стоил где-то тысячи полторы, что ли, или тысячи, это стоит шесть. Вот, как бы вот так вот. Ну ладно, окей. Сейчас возьму по-быстрому фуру и можно уже будет отправляться в путь. У меня где-то, у меня кажется, наркотики есть. Да, у меня есть наркотик, 90 хп у меня сейчас, и это круто. А сейчас вначале поеду на нефтезавод 1, там закуплюсь нефтью и сразу поеду в СФ. Ну, собственно, как и обычно. Тест скилл у меня 11, 199 900. Ну, что хочу сказать. Прикольно. Действительно очень круто. Так, сейчас эта фура, как обычно, она очень медленная, никаких обновлений про эту фуру не было. Не знаю, сделали бы ее хотя бы, чтобы она разгонялась 70 км в час, а то она едет у меня там 60-61 км в час. Или вроде сделали обновление, она раньше до 61 не ездила. Не, ну конечно, если это обновление такое, и сделали то, что она едет до 61, это прям вообще суперское обновление, я хочу вам сказать. Не, ну это, конечно, фигня обновления, да. Но, ладно. Хоть что-то сделали, наверное. Или, не знаю, просто сама она так едет, багманность что ли немножко. Ну ладно, окей. Сейчас по-быстрому доеду, закуплюсь и уже поеду своей дорогой в СФ продавать все это дело. Сегодня вообще намереваюсь в плюс выйти хотя бы на 5-10 тысяч. Это, конечно, не так много, но хочу хотя бы прокачать сегодня скилл до 12-го, потому что на 11-м это, конечно, жесть. Кто-то уже из дальнобойщиков прокачал скилл намного больше, чем у меня скилл, то есть прокачал где-то его до 20-го, до 25-го, там уже жесть, короче, да, уже накачались ребята. Ну а я, я просто не работал, занимался другими делами, если бы я работал, конечно, было бы сейчас все намного круче. Так, кто-то забыл тут свой груз, кто-то забыл свой груз и уехал без него. Ну давайте, короче, мы его, значит, возьмем. Ну мы его продать не сможем, но мы его просто немножечко отвезем отсюда, потому что если... Так, ну-ка, давай вот так вот, потому что если просто вот так он будет стоять и я куплю груз, то мой груз уже просто он пропадет, ну он упадет, так сказать, да. Он упадет и я потеряю часть груза. Обязательно нужно посмотреть, ребят, мониторинг, это, по-моему, самое важное, что нужно здесь делать. СССР, нет, 900, елки-палки. Так, сколько я могу закупить? 20, 29, нет, не могу, а, 27 тонн груза, офигенно. Так, за сколько, за 13 тысяч? Интересно, за сколько я это продам? И вообще, меня, в принципе, сейчас могут заспавнить или же убить вообще, как бы тоже это опасно. Да, ребят, кстати, многие спрашивали у меня, почему ты купил скин за 300 тысяч, когда у тебя скин был за полтора миллиона. Ребят, это, не знаю, самый, по-моему, глупый вопрос, потому что у меня этот скин заменен, и он мне понравился. То есть я не гонюсь тут за чем-нибудь очень дорогим, я просто что-то мне нравится, я и стараюсь это купить. Вот, например, мне понравился вот этот вот скин, так как он заменен. Ух ты, ёпта. Вот, и я решил его всё же купить, как бы прикольный скин, действительно красиво. Кепка такая, там, усатый он весь, да. Вот, ну и всё, и теперь я в нём и буду кататься. ХП у меня, надеюсь, не будут быстро тратиться. Вообще, дальнобойщик и наркотики, это, блин, какие-то, какая-то связь между этим есть, потому что не нужно постоянно есть. То есть, когда вы едите, вы тратите, там, приличное количество денег, а тут вы спокойно приняли наркотики, там, 3 грамма, 15 грамм, и катаетесь уже, ничего вас, не знаю, ничего не мешает вам, да. Вот, это вообще круто. Ещё нужно возить с собой всегда оружие, потому что без оружия вы, ну, не знаю, вас просто убьют без оружия. Потому что каждый раз здесь байкеры, каждый раз вас будут грабить, убивать, что-то ещё могут делать. Вот, ну, фуру вашу скидывать в озеро после того, как вас убьют, что здесь ещё делают байкеры. Особо ничего, кроме вот этого, вот. Ещё они грабят мотовозы, но это ладно. Это уже к дальнобойщикам вообще никак не относится. Хотя, были случаи, когда, например, байкеры грабят фуру, и они обязательно, когда видят дальнобойщика, постреляют ещё и по дальнобойщику, так как считают то, что это просто их долг. Их долг, их долг просто расстрелять дальнобойщика, пробить ему колёса, сбить ему груз. Хотя сами, когда они будут работать дальнобойщиками, они поймут, насколько это плохо. Потому что, когда их будут постоянно убивать, когда их будут постоянно, когда их фуру, вернее, постоянно будут забрасывать в озеро, и просто она будет пропадать, и груз пропадать, и они будут тратить там по 10, а то и по 20 тысяч, и нифига не зарабатывать, то они это поймут. Они скажут, ё-моё, а вот мы их убивали, а теперь они нас убивают. Как бы вот так вот, это вообще, это жесть, ребят, серьёзно. В любом случае, все когда-нибудь работали дальнобойщиками, ну или же будут работать дальнобойщиками, но и перед этим кто-нибудь был в байкерах, или потом будет в байкерах, ребят. Так зачем же грабить дальнобойщиков, если, например, можно заработать совсем другими путями? Нет, обязательно нужно расстрелять дальнобойщика, даже которого вы не хотите грабить, вы всё равно его расстреляете, а всё это почему? Да просто так, от нефиг делать. Так, полосатый чувак, какой-то, смотрите, какой-то да, какой-то он полосатый, я не знаю. А, не-не-не, это в какой-то он кофте, что ли, хер поймёшь. Так, давай, что, сдавайся, вот, всё, я сдал, мониторинг. Ну, 20, 21 тысяча, слушайте, неплохо. Так, и сейчас мне нужно, значит, куда ехать. Ну, в принципе, без разницы, вот, смотря куда это поедет, но я, наверное, поеду сейчас на лесопилку, закуплюсь деревом, если он поедет на нефтезавод. А если он не поедет на нефтезавод, то я поеду на нефтезавод. Я не знаю, кто сейчас вот работает ещё, но мне кажется, он поедет на лесопилку. Или на нефть, я не знаю, в принципе, разницы нету, потому что ему всё равно придётся везти в ЛС. У него скилл 25, что ли, или 20, ну, фуру вот эта большая, я не посмотрел, диски у него есть вот эти литые или нету. Если есть диски, то это уже, получается, 25 скилл. Так, тут у нас везут нефть. Так, всё понятно. Значит, там у нас нефть 500, и сейчас она будет 600, так как вот этот дальнобойщик, скорее всего, покупает по тонн, не пытается прокачать свой скилл. Конечно, когда-то я думал то, что действительно можно так прокачать скилл, но потом я резко подумал то, что не, нифига. Потому что, знаете, когда я сдаю все тонны, то есть закупил я там вот 27 тонн и сдал, мне дают там 6000 скилла, да? Кстати, вот сколько мне сейчас дали, ну-ка. Так, тест скилл. Ну, вот, 4700, а был у меня 900, ну, где-то мне дали 4800 мне дали, ну, где-то так, 4800-5000. Вот, и это, в принципе, неплохо. Так, о, вот он, да. Он ехал за нефтью, но потом резко передумал, там дальнобой... Ох, ёпта. Там дальнобой. Не понял, он чё... Эм... Я не понимаю, вот нахрена он это сделал? Нафига ты это сделал, чувак? Какой от этого смысл, я не понимаю. Давай, я твой груз немножко откачу. Ну, это чётак, скорее всего, он груз оставляет, а потом он спокойно этот груз телепортирует. То есть это как-то вот так вот, так вот. Скинем его груз вон туда. Вот, а сами закупимся тут. Я закуплюсь, я закуплю 2 тонны себе, и сейчас их сдам. Потому что не хочу, как бы, я сдавать задорого, а в 0 я тоже не хочу выходить. Я скажу... А, кстати, я же в 0 выйду, так что нет, закуплю 27 тонн, повезу их и сдам. Если в меня, конечно, никто не врубится, потому что, опять же, если кто-нибудь в меня врежется, то я, во-первых, я не получу свои деньги, которые я потрачу на всё это дело. Вот. Да и потом, как бы, без тонн вообще, без всего ездить, это, опять же, очень фигово. Вон, кстати, мои деньги, мой текущий баланс 47 тысяч. Ребят, это жуть просто, серьёзно. 47 тысяч вирт, это очень мало. Это очень мало, реально. Вот 147, 500 там тысяч, это, ну, 500 тысяч, кстати, это уже более-менее. Но всё равно. Так, ну чё, когда я смогу купить-то там уже? Так, 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 3, 3, 5 уже, ё-моё, так я должен уже купить же вроде. Или нет? А, не-не-не, я в 3 сдал. Я в 3 сдал, значит, вот через несколько секунд я уже, вот сейчас вот смогу купить. Да, вот я закупился за 16 тысяч. Потом можно ехать на нефтезавод 1, потому что там будет нефть у нас по 300 или по 400. Возьму и опять повезу в ЛС. Так как вот этот вот чувак поехал в ЛС. Тот дальнобойщик, он поехал за деревом, или же он поехал на нефтезавод. Тот, который около зоны 51, первый, по-моему. Вот. И всё. И они, наверное, повезут всё это дело в ЛС. А в ЛС, когда они это сдадут, то я спокойно сдам в СФ за 400 и выйду в неплохой плюс. В принципе, это и вся работа дальнобойщика. Вы ездите из стороны в сторону, если у вас маленький скилл, так вы можете вообще не ездить. То есть в ЛС вы можете тупо по СФ гонять, сдавать. Сбивать, конечно, цены, жутко сбивать цены, уходить в минус. Ну или же не уходить в минус. Но вот сдавать как бы по 2 тонны, это, конечно, долго, муторно и нудно. Но всё равно это иногда помогает. То есть когда у вас получается то, что вы хотите просто прокачать скилл, то можете вот так вот работать. Конечно, на вас будут все дальнобойщики агриться, орать, типа, ёлки-палки, опять ты сбиваешь цены. Но по сути-то, если они будут стоять на нефтезаводе 1, а вы будете покупать на нефтезаводе 2 и сдавать это всё, вы в СФ, там, например, добавьте друга 25 скилла, он в ЛС будет сдавать, вы оба наваритесь, вы жутко наваритесь. Ну, вернее, может вы не наваритесь, но друг ваш очень хорошо наварится. И при том вы не будете сбивать цены. То есть друг ваш взял, дальше вы берёте и едете в СФ, друг сдал, вы сдали, или наоборот. То есть вот так вот. Это тоже, это хорошо, кстати, вон, цена 700, нифига себе. Сколько мне тут стоять придётся? Ну, мне тут стоять придётся несколько минут, так что это жесть. Меня ещё, кстати, всегда интересовало, почему вообще в САМПРП ни один завод не работает. То есть тут нету такой работы, как бы, работа на заводе, там, или ещё где-нибудь. Есть работа грузчиков, но вот именно, чтобы на заводе собирать оружие или ещё что-то делать, такого нету. То есть откуда, например, военные берут материалы? А фиг его знает. Не, ну то есть понятно, что они берут там, о, их, вернее, с СФА. А СФА откуда берёт? Они берут СЛВА. А ЛВА откуда берёт? А если везде по нулю, откуда они это берут? То есть, опять же, это вот как-то недоработано немного. Нету такой работы, чтобы вот материалы брать, отвозить их куда-то в ЛС, потом из ЛС везут в СФ, потом из СФ везут в ЛВ. И опять же, там, бомжи это работают, 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 работают. То есть нету такого обновления. И вот это, конечно, очень печально. Потому что если бы такое обновление было, это было бы очень, очень просто круто. Серьёзно, ребят, это было бы очень круто. Но сам ПРТ пока что такого не хочет делать. Не знаю, будут ли они вообще этим заниматься, не будут. Но надеюсь, то, что всё будет прикольно. Так, кстати, да, у меня сейчас скилл прокачается. Но я не знаю, я сегодня, может, даже не прокачаю скилл, я не буду работать дальнобойщиком. Я не хочу. Просто вот для видео вам показать, потому что многие хотят уже дальнобоя. Я надеюсь, что под этим видео, ребят, наберётся много лайков. И следующая часть тоже будет дальнобойщик или не знаю, там посмотрим. Я вообще хотел Даймонд записать. Скорее всего, я запишу Даймонд. Всё же, пишите, ребят, ваши комментарии по поводу микрофона, как вам вообще он. Потому что, ну, предыдущий микрофон, который у меня был, это, конечно, да, это понятно. Если сравнивать с ним, то это просто супер микрофон. Но всё равно же найдутся люди, которые скажут, это говно, это говно, это говно. Как бы бывает такое всегда. О, бомжик. Так, стоп, это у нас где, вот, Лесопилка 2, это у нас, по-моему, вдали в самой, в самой жопе, да, около Чилиада. Ну-ка. Да, около Чилиад. Ладно, хорошо, сейчас, значит, на Лесопилку 2, закуплюсь, закуплюсь там и поеду в СФ. Опять же, сдавать. Ну, блин, меня напрягает то, что вот нужно постоянно ждать. То есть, вот сделали они ограничение 3 минуты. Ну, зачем вы сделали ограничение 3 минуты, когда можно сделать 2 минуты ограничения, и не приходилось бы ждать, не знаю, долгое время, да, правильно? Мне кажется, они это делали вот для таких вот фур, как у меня, да, да и то. Когда я еду с нефтезавода, не знаю, с любого нефтезавода, все равно этого времени слишком много. О, у вас работает сигнализация. Офигеть, у меня энергия уже тырит. А, в принципе, там бензина нет, так что пускай тырит. Ему сейчас куда-нибудь в ЛС дадут, и он будет, не знаю, заправляться. Заодно и заправят, в принципе, это правильно. Всегда, кстати, вот если вы тырите автомобиль, если, ребят, вы тырите А-класс автомобиля, то всегда заправляйте его. Конечно, вам это много денег, не знаю, не даст, вам вообще это не даст, вы в минус уйдете. Но все равно, ребят, вы сделаете приятно человеку, у которого стырили автомобиль. Да и потом, если он вам еще раз выпадет, а там не окажется бензина, и рядом не будет заправок, и вы, может, пожалеете то, что как бы вы не заправили этот автомобиль, да, пускай он там жрет по 12 литров, вообще пофигу, да, но вы заправите его тысячи за 3, ну за, не знаю, ну за 4 там тысячи, все равно вы в минус не уйдете, так как у вас прибыль там 6-7 тысяч, правильно? Но и человеку сделать приятно, если, опять же, этот автомобиль вам попадется, то уже с полным баком, или хотя бы там с половиной, вы доедете и сдадите его, и опять же, выйдете в плюс. Ну это все круто, ребята. Так, ну-ка, сколько мне ждать? Тлот, тлот 27 тонн, у меня ждать... А, ну еще, опять же, ждать опять долгое время, блин, это просто жесть. Долгое ожидание, это очень фигово, серьезно. Мне это уже немного накаляет, вот, то есть я играю и снимаю где-то минут вот 10-15, и меня уже это достало, меня достало то, что вот постоянно нужно стоять, ждать и все, и это жесть, жесть. Может, кому-то это и нравится, но мне это лично вообще очень сильно не нравится. Зачем админы это сделали, блин? В принципе, кстати, можно потом вот через налево повернуть, вот так как-то проехать, там люди как-то ездили, помню, даже выезжали как-то, но я не знаю, как они это делали. Ну, может, шутаки какие-то, они туда уезжают, потом взлетают и вперед полетели, так, опа, отлично. И все, и поехали мы в СССР. Вот через верх я не смогу выехать, потому что моя фура, как я помню, она везде переворачивается. О, ёпт, да, она везде переворачивается. Потому что она очень, видите, она очень низкая, она очень низкая, и вообще она очень маленькая такая, именно поэтому на любой кочке груз прощается с фурой и улетает на тот свет, я не знаю, куда-нибудь в небеса улетает, потом падает, переворачивается, переворачивается ваша фура, в итоге груз пропадает, вы взрываетесь и все, и вы, не знаю, с каким-нибудь таким, не знаю, реально, вы охреневшие сидите и думаете, ё-моё, опять эта фура перевернулась, ну ладно, хер с ним, поеду, еще куплю. Ну это для богатых чисто людей, которые, не знаю, которым деньги некуда девать, они ездят по всяким внедорожиям, типа вот тут вот, они каждый раз переворачиваются и по новой покупают. Но, в принципе, это тоже плюс, потому что можно приспособиться и по всем канавам, я не знаю, ездить так, как мастер, типа там, фура не переворачивается и круто, все, хотя у всех других по этой же канаве переворачивается раз 500. То есть это, опять же, есть, в каждой игре есть свои баги. Вот, и если эти баги правильно использовать, то они могут вам нехеровый плюс сделать. То же самое, что, например, вот раньше у меня было видео, да, но и сейчас есть баг с СТО-то, как я там заработал, до хрена бабла. Он и сейчас работает, он без проблем работает, его не справляют. А почему его не справляют? Потому что это зарплата, это зарплата людей, которые работают в СТО. То есть, опять же, вы вот так вот машину туда-сюда 700 раз там записали в гараж, из гаража, в гараж, из гаража, все. Вы миллион, считай, со СТО вы миллион сняли, все. Вы богатый человек, вы можете уже увольняться со СТО и идти своей дорогой гулять, там, я не знаю, фигней страдать. То есть, опять же, это баг, но он полезен для вас. Если его правильно использовать, разумеется, не нужно это делать на мотоциклах, желательно это делать на саванне. То есть, ну, я делал это на саванне, и у меня все нормально получалось. Вот, я делал это на мотоцикле, меня кикало, я делал это на скутере, меня кикало, потому что там должен пинг нормальный быть, а иначе, рано или поздно, мотоцикл просто вас с себя скинет, и вы спокойно кикнетесь, как бы вас кикнет. Так что, ребят, лучше это делать всегда на машине. Понятно, что это немножко подольше, но все равно вы очень много бабла сможете срубить Если, конечно, у вас хозяин из того дебил, который не снимает ночью деньги Но одним делать это смысла я не вижу Потому что в любом случае он вас спалит и уволит Ну или если не он спалит, то его друзья Ну или люди, которые тюнинговаться приезжают Потому что это сейчас можно сочтить как за багаюц Потому что это баг и его не исправляют, а вот варн спокойно вам могут дать Кстати, это, не знаю, минус сам ПРП То, что они не исправляют баги, но варны они за них запросто дают То есть это просто жестоко, серьезно Это не уважение к игрокам Так как, смотрите, если в каждой игре, в любой, будь это Rust, будь это The Forest Ну, я чисто пример привожу В них все баги исправляют То есть люди там, я не знаю, кто-то видео снимает, находит баг Все, эти баги со временем исправляют, фиксят Нет, в сам ПРП такого вообще не делают А почему? Потому что просто лень Они запустили мультиплеер, они снимают А поставить какую-нибудь, например, проваливается дорога Поставьте платформу, дорога не будет проваливаться На хрена, на хрена ставить платформу, если и так люди там проваливаются, проваливаются Мы лучше им варн дадим Как бы это тоже вот так вот Со СТО проблема Да вообще насрать, господи, какие заботы Мы варн выдадим и все Так вот тогда вопрос Если эти баги уже давным-давно их не исправляют Так может это просто не баги, а, не знаю, разрешение нам играть так? То есть если вот мне давали варн, какой раз уже говорю За то, что, за багаюс, да За багаюс на Диеке Корне вроде давали За то, что я принял нарка в тот момент, когда меня убили И я не умер У меня было 160 хп, я не умер Но меня посадили в тюрьму Я там радовался, все это И мне дали варн В итоге я написал жалобу, мол, что такое, как бы я, что, я аж не знал Говорит, ты так веселился в видео, то что вот, блин, прям не буду снимать Гениально вообще, то есть, реально Вот, если мне не веселиться, то все То вам снимут варну, ребят Всегда вот просто взломайте аккаунты Взламывайте аккаунты, там, четырец и все это И потом самое главное, снимайте видео И говорите, я же не смеялся, снимите мне бан Вы что? Это был просто баг Я летел на флай, но это был баг Вот, это просто гениально, серьезно Нет бы исправить какой-то баг, который вот, например, я обнаружил Там, да, у меня видео там было Нет бы его исправить, чтобы прямо вот, ну, когда принятие нарка Там, когда у вас 1-2 хп Ну, нельзя принять нарка Пост нельзя Вот, так бы сделали, идеального было Действительно круто Конечно, для кого-то может и не круто, для бага юзеров Но, а так вообще, это было бы действительно очень прикольно Нет, они это не делают Они совсем, они вообще ничего не делают Хотя, у каждого админа есть полномочия поставить какой-то объект у спецадмина То есть, это, который там только на форуме, типа, флайзи фэда, там, алькапон и прочей Прочих вот этих людей Они могут поставить такой объект, который не будет вообще спадать То есть, они могут дом себе где-нибудь сделать, где его вообще нету То есть, они себе поставят макет дома Они сделают себе модельку дома Они увеличат цену этого дома, там, в миллионы раз просто, да Они увеличат класс этого дома Например, N-класс был Как вот, алькапон, напомню, ставил себе дом на Груз-стрит Он сделал себе дом, он был D-класса или N-класса, не помню Он сделал себе S-класс Потом слил его в гос, чувак его поймал и продавал за 20 миллионов Это просто жесть Но потом он все-таки его сделал обратно в D-класс Так как, ну, как, ну, е-мое, чувак бы продал этот дом Я бы, если честно, я бы продал этот дом сразу за 7 миллионов Просто вот S-класс, если бы у меня вот был Если бы я словил такой дом S-класс в гетто Я бы сразу его продал, потому что это понятно То, что это дом английский, блин, админский И то, что через некоторое время этот дом просто, ну, его может не стать То есть, такого класса его больше не будет здесь И по берегу слил его, а тот, кто его уже купил Это, в принципе, его проблема И меня это вообще бы, ну, не колышило, да То есть, я сказал, и что, ну, и что, и смысл, вот ты мне сейчас это говоришь Тебе дома удалили, так сказать, тебе удалили класс Ну и что, сам и решай эти проблемы То есть, это тоже было бы хорошо Конечно, это был бы небольшой развод Но я как бы продал дом, и все, как бы Меня это не волнует, да То есть, я поймал дом, я его продал Все честно, ничего такого нету Вот, так что вот так вот И реально, каждый админ может Спокойно поставить объект Я помню, как Денис Фат Он мне рассказывал то, что он поставил Как-то объект 15, какой-то там 15 тысяч, в общем, какой-то объект такой поставил И у него сервак крашнулся Вот, я когда с ним еще года, что ли, 2-3 назад разговаривал в скайпе Вот, он мне рассказывал эту историю То, что он крашнул 0.9 вроде сервер Вот, и звонил, чтобы там сервак это перезапускали Потому что, ну, действительно, какой-то супер объект он поставил И хостинг попросту не выдержал этого И все, и слетел Ну, такое, в принципе, тоже бывает На каждом серваке есть такие объекты, которые очень сложно пригрузить Во-первых, наверное, поставил какой-нибудь там супер отель Или кучу, не знаю, воды какой-нибудь Или там вулкан какой-нибудь огромный просто Были такие случаи, когда даже, вот, например Но когда на нубы сервак вы играете Их вообще легко крашнуть То есть, если у вас есть админка Вы поставьте там любой объект Раз 10 его поставьте И они крашнутся На самом деле такого нету Потому что это уже официальный проект И тут, собственно, так просто не получится его крашнуть Задодосить можно, задодосить можно все, что угодно Все, что угодно Вот, но Крашнуть это не так уж и получится Потому что додос это нагрузка серваковка Там что-то типа такого, я не знаю Ну, а краш это просто там какие-нибудь объектами Что-то типа такого Ну, в общем, я в это не вникал, я это не знаю, ребят Так что, если знаете, поправьте меня Потому что тоже много огроты Можешь сейчас вылететь Типа, что-то ты это не знаешь, что ты говоришь Но я точно знаю, что додосы крашут Две разных вещи вроде как Ладно, давайте вот это будет последний груз, ребят И я на этом уже спокойно закончу Я не знаю, как микрофон сейчас все это запишет Потому что микрофон записывает буквально все Любые мои движения Даже если я руку почешу, он это запросто запишет А предыдущий такого вообще не делал То есть ему как-то, я не знаю, хоть я тут попрыгаю Ну, нахрен надо это записывать Голос записываю, и ладно, так сказать, вот А тут нормально И щелканье мыши записывает У меня мышка достаточно громкая такая То есть, ну, перед этим Старый микрофон он записывал достаточно тихо Сейчас записывает этот новый все буквально Хотя при условии то, что громкость микрофона стоит на 5% И он стоит от меня в метре То есть, вот так вот, короче Вот такой вот микрофончик приобрел, е-мое Ну ладно, в принципе, что Это даже к лучшему, ребят Это даже очень хорошо Потому что, как бы, сможете слышать все, что происходит в доме Ну, что-то типа такого Ладно, окей Так давай, 4, блин, лишь бы меня не заспаунили Потому что это будет обидно Все, 22 тысячи И я поднял денег немножко Я приехал сюда, у меня было 90 вроде тысяч Сейчас у меня 124 тысячи Но и так я не качнул все-таки скилл У меня скилл А, ну еще вот один грузик перевести И все будет отлично Ну ладно, этим займусь я, ребят В следующей серии На этом я заканчиваю Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всем был Барон Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok